МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Сколько стоит выйти по УДО?" Ответ на этот вопрос хорошо знает некий 57-летний Гарик Киракосян, который сейчас отбывает наказание в первой мордовской исправительной колонии. Оказалось, что осужденный за мошенничество, будучи на зоне, смог провернуть еще одну аферу. Сотрудники ФСБ вместе с операми регионального ФСИН выяснили, что тот самый Гарик Киракосян предложил одному доверчивому зэку решить вопрос с условно-досрочным освобождением. Мол, у него есть связи в самой Федеральной службе безопасности. Только вот билет на свободу будет стоить ему больше полумиллиона рублей. Несмотря на ценник, осужденный согласился. А аванса это 15 тысяч. Киракосян попросил перевести на определенный расчетный счет, а остаток суммы передать наличными. 28 июля 2023 года в поселке Сосновка Зувополянского района на встречу с супругой того самого заключенного, претендующего на УДО, приехал сын мошенника. Как только женщина передала ему 100 тысяч рублей и обещала в тот же день отдать еще 400, младшего Киракосяна задержали. После выяснилось, что никаких связей в силовых структурах у них не было. А это был банальный развод. Заключенному, судя по всему, придется сидеть от звонка до звонка, а вот мошеннику срок добавят. В ходе проведения дальнейших мероприятий оперативниками было установлено, что фигурант не имел знакомых среди правоохранительных органов, а полученными деньгами планировал распорядиться в личных целях. На основании собранных материалов следственным отделом отдела МВД России по Зубополянскому муниципальному району в отношении осужденного возбуждено уголовное дело за покушение на мошенничество в крупном размере. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы. Опасная ситуация попала на видеокамеру одной из жительниц Саранска. За рулем иномарки, которая едет по проспекту Ленина, сидит маленькая девочка. Конечно, это насторожило и возмутило автора видео. Тем более, что 25 августа жители столицы шокировало ДТП, в результате которого погиб 7-летний ребенок. В госавтоинспекции на данный пост в социальной сети отреагировали и нашли водителя той самой иномарки. Мужчина рассказал, что действительно тогда ехал по городу. Остановился на светофоре, а маленькая племянница сама перебралась к нему на руки. Приехать малышке добрый дядя не стал пресекать и с ребенком за рулем дальше поехал. Вот как он сам описывает произошедшее. Он сидел сзади на детском кресле, потом отстегнулся и потянулся ко мне, плакал. Мне пришлось на руку взять его. Потом зеленые светофоры загорели. Чтобы не остановить движение, я проехал прям чуть-чуть и остановился. Но все равно я считаю, что это все неправильно было. У меня ребенок всегда пристегнут. Я стою за руку. В отношении водителей инспекторами ДПС был составлен административный материал по части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований к перевозке детей, установленных правилами дорожного движения. Возавтоинспекция призывает граждан позаботиться о безопасности детей в автомобиле. Я напомню, что до 7 лет ребенка можно перевозить только с помощью детского удерживающего устройства. С 7 до 12 лет пристегнутым ремнем безопасности, но только на заднем сидении автомобиля. Сегодня также госавтоинспекция сообщила о двух дорожно-транспортных происшествиях. Первое произошло в Лямбельском районе. 28-летний водитель иномарки столкнулся с белорусским трактором. В результате пассажир иномарки, а это 23-летняя девушка, с различными травмами была доставлена в больницу. Второе же ДТП произошло на трассе Отяшево-Козловка. 71-летний водитель ВАЗ-21074, видимо, не рассчитал ни скорость и ни дистанцию, и врезался в такой же, как в первом происшествии, трактор. В итоге оказался в больнице. Они вовремя забили тревогу и тем самым спасли целый дом. Сегодня стало известно, что минувшим днем. В третьем микрорайоне Краснослободска загорелась одна из квартир. Хозяина на тот момент дома не было, а возгорание, судя по всему, произошло на кухне. Соседи и очевидцы вызвали пожарных, те быстро приехали и все потушили. Как рассказали в Республиканском управлении МЧС, площадь горения составила всего 8 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет, а вот причина возгорания выясняется. Известно только точно, что огонь вспыхнул на потолке в кухне. До 10 лет колонии светят жителю Торбеевского района за психотропный порошок, производный от наркотического амфетамина. Сообщается, что 47-летний Евгений Кидаров попался на незаконном приобретении и хранении крупной партии запрещенных веществ. Их он привез из города Подольск Московской области. Кидаров, видимо, не подозревал, что оказался в поле зрения оперативников и порошок хранил при себе. По пути домой автомобиль Mitsubishi Lancer, на котором передвигался фигурант, был остановлен сотрудниками полиции в селе Аким Сергеевка. В ходе досмотра оперативниками было обнаружено и изъято запрещенное вещество. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Когда они протрезвели, то, наверное, очень сожалели о содеянном, но было уже поздно. Речь идет о двух приятелях, которые скоро предстанут перед судом. Сообщается, что 45-летний уроженец Лембельского района и 30-летний житель Нижегородской области пытались угнать сразу три автомобиля в Саранске. В один из вечеров еще в июне эти товарищи хорошенько выпили и вдруг решили поехать в Нижний Новгород. Да вот только было не на чем. Тогда решились на угон. Причем выбрали не иномарки, а отечественную шестерку и семерки. Видимо, думали, что с такими машинами легче справиться. На стоянке во дворе на улице Пушкина обвиняемые разбили боковое стекло с начала шестерки, проникли в салон, попытались замкнуть провода, чтобы ее завести, но не смогли. Принялись таким же способом заводить семерки, вторую и третью. В итоге смогли украсть только магнитолу. Свою вину мужчины признали полностью. В отношении них избрана мера просечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент уголовное дело обвиняемых в покушении на неправомерное загладение транспортными средствами без цели хищения направлено в суд. Полицейский устанавливает подозреваемого в краже солнцезащитных очков. Потерпевший рассказал, что 2 августа случайно оставил их в примерочной торгового центра на улице Гагарина. На записи с камеры видеонаблюдения предположительно запечатлен человек, который причастен к совершению хищения. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 2977-88 или просто 102. Сотрудники МВД России отмечают резкий рост количества поступающих из регионов нашей страны сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Они не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов. Как правило, аферисты начинают разговор с протерпевшими, используя стандартные приемы, сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, о попытках взять от их имени кредит или уже вступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников. После того, как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих, легко поддающихся влиянию жертв, на преступления. Незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники, или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Еще один вариант. Предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково – требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Характерно, что мошенники стали массово использовать этот прием лишь в течение последней недели. Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы. Большинство их жертв – люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов. Кроме того, имеет место практика прямого обращения к жителям нашей страны с предложением совершить диверсию или теракт за денежные вознаграждения. Если раньше зарубежные кураторы обещали легкие и быстрые деньги за производство и распространение наркотиков, то теперь они призывают заплатить за поджог указанного им объекта. По всем зарегистрированным фактам поджогов и попыток их совершить, компетентными органами проводятся проверки. Ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников. МВД России призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия. Помните, что атаки на военные стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния, как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию. Редактор субтитров А.Семкин